Взрослым есть чему поучиться у этих легких, невесомых и прыгучих ребят, хотя бы терпению и выносливости, ведь в каждой из этих медалей терпения и выносливости неограниченное количество. Они занимаются по 4 часа ежедневно, только так можно довести комбинации до филигранности. Великолепная пятерка юных староскольцев показала отличный результат на первенстве мира в Дании. Гимнасты вышли в финал и завоевали две золотых, а одну серебряную медали. Головокружительный триумф не остудил спортивного азарта. Вернувшись в Старый Оскол, спортсмены начали готовиться к покорению новой вершины – первенству Европы. 9 староскольских ребят в составе сборной Белгородского региона приняли участие в отборочных турах «Надежда России» и «Кубок России» в Иваново, где вновь показали высокий уровень подготовки. Старт был очень тяжелый. В каком плане? Эти соревнования проходят в одной возрастной группе – 13-17. Вы понимаете, что с 13-летней они соревнуются с 17-летними. Но мы опять не опустили нашу планку, которую поднимаем очень высоко. И в итоге 4 человека у нас прошли отбор на первенство Европы. Я хочу сказать, что это очень хороший результат. Но вы даже сами поймете, потому что сборная России будет состоять из 24 спортсменов. И 4 спортсмена – это представители Староскольской школы. Елена Поволяева гордится успехами воспитанников и вспоминает, как начиналась Староскольская акробатика в далеком 1997 году. Тогда вместе с супругом, тренером Юрием Поволяевым, они делали все возможное, чтобы прыжки на батуте закрепились как отдельная дисциплина. Мы прыгали на вообще сваренных вручную Юрием Егоровичем батутах. Потом потихонечку, когда мы начали уже давать результат, вот, мы, представляете, вот с этих батутов мы давали результат, который позволил нам войти в базовый вид спорта. Что такое базовый вид спорта? Это финансирование уже идет с федерального бюджета, и они выделяют в год нам деньги на приобретение какого-то инвентаря. Мы смогли приобрести 2 евро батута в течение двух лет, а обкладку вокруг этих батутов, это называется зона безопасности, она должна быть. Не было у нас средств, и большой поклон, и большое спасибо металлоинвесту, который выделил деньги, и мы эту обкладку приобрели. И в этот же год, когда помогли нам с этой обкладкой, у нас Василий Макарский уже на чемпионате России занял первое место, то есть уже пошла отдача. Василий Макарский пришел в зал в 4 года, теперь за плечами 13 лет упорных тренировок, мастер спорта, хочет стать международником. И дальше планы связаны со спортом. Собирается поступать на спортфак и работать тренером. Чемпион мира по прыжкам на двойном мини-трампе настроен на победу в первенстве Европы. Прежде всего конкурент – это я сам. Самое сложное в нашем виде спорта – это настроиться на подход. Трудолюбие, усердие, боевое надо иметь характер, чтобы цепляться за каждое приземление, например, наскок. Это очень важно. Не боясь неустойчивых приземлений, усиленно тренируются Максим Рябиков и Александра Бонарцева. Ребята мечтают допрыгнуть до победы. В них верят тренеры Елена и Юрий Поволяевы. В них верят Старый Оскол и Металлоинвест. А значит, будут красивые и большие достижения юных старооскольцев, о которых услышат в Европе и мире.